Заметаем чёрный кафе, ручки спрыгнут, объяснительно в актёре. Дочью я на ней, как спину белые, обои чёрные, посудом на сручке. Полчаса до первого концерта участники за кулисами напевают хиты, отвлекаясь от естественного волнения. В некогда самый популярный проект «Апсмастар» возвращается спустя 10 лет на сцену новыми именами, форматом и песнями. 15 участников сами готовили свои выступления для первого концерта. Самый старший из вокалистов – 32-летний Аслан Шакая. Он взял на себя ответственность открыть концерт песни Робби Уильямса. Музыкой я занимаюсь с раннего детства, в принципе, с 10 лет. Первый раз я вышел на сцену в 10 лет, тогда еще были проекты, после военной, ахармацист назывались. Я и там успел поучаствовать, и уже в дальнейших проектах, которые ребята делают, в прошлый раз, между прочим, 10 лет назад, который проект был, в нем я не участвовал. В это время я учился, получал образование, но несмотря на мой возраст, я решил поучаствоваться, присоединиться ко всем ребятам, и я думаю, что мое присутствие их только радует. Вы производите серьезное впечатление. Вы однозначно понимаете, зачем вы стоите на этой сцене. Вы и как человека, и как зрителя, и как специалиста меня обояли. Я говорю вам, да. После выступления наставники Ильда Кучуберия, Саида Агарба и Фая Мархолия выбирали в свои команды по 5 участников. Те конкурсанты, которых выбрали сразу несколько наставников, сами решали, с кем работать в ходе проекта. Например, Аслан Шакая получил сразу 3 «Да» и выбрал команду Саиды Агарба. Кстати, сама Саида победительница самого первого сезона «Абсный старт». Это мое начало, начало моего творческого пути. И после, спустя 10 лет, сейчас я правда очень волнуюсь, не меньше, чем участники. И я надеюсь, что я смогу выбрать себе достойную команду. Сейчас уже спустя 10 лет у меня огромный опыт, я многому научилась. И с большим удовольствием передам уже свой опыт участникам. Мне есть чем поделиться. Как и 10 лет назад музыкальный продюсер проекта и один из членов жюри Анри Гумба. По его словам, за прошедшее время выросли новые голоса. И задача проекта – дать возможность им раскрыться. 10 лет мы так надеемся и полагаем, что появились яркие, молодые ребята, которых стоит показать. Петь будут все так же, опять же, как и было, и вообще, как на всех музыкальных конкурсах. Будут перепеваться и мировые хиты, и абхазская музыка. Выбор будет, конечно, в основном, выбирать будут участники и их наставники. Но продюсеры, конечно, будем принимать участие в этом и какое-то финальное решение принимать по композициям. Вместе с Анри Гумба постоянно оценивать вокалистов будут Нина Джани и Алха Сфердьба. Участники абсолютно разные по возрасту, стилю и манере исполнения люди. Большая их часть занимается музыкой профессионально. Для кого-то это увлечение. Виктория Лайбе – молодая мама. Для нее проект – важное творческое высказывание. Мне кажется, каждый артист переживает всегда, перед любым выступлением. Но для меня самое главное, чтобы мы смогли донести наши эмоции и чувства до нашей публики, наших зрителей. Мне хотелось бы просто яркой вспышки в своей жизни, чтобы меня услышали, меня увидели. И, естественно, чтобы благодаря «Апснастар» построилась моя карьера. Как и 10 лет назад, с участниками будут заниматься специалисты по вокалу. Теперь это их наставники. Актерскому мастерству, сценическому движению. В первых двух сезонах между участниками на протяжении четырех месяцев идет конкурс, по результатам которого определяются победители. В третий сезон попадают победители предыдущих двух. Третий сезон – финальный. По его итогам определяется тройка победителей. По словам продюсера проекта Роланда Бганба, подход к организации такого грандиозного для нашей страны проекта, конечно, изменился. Не изменен высокий уровень. Спустя 10 лет реально мы решили вернуться вновь с проектом, который прогремел на всю страну в свое время. Ну, нами двигало то, что в течение 10 лет подросло поколение, новое поколение, которое хотелось бы раскрыть. Потому что у нас в стране, как бы это банально ни звучало, очень много талантливых людей. Иногда нужно просто кого-то подтолкнуть, раскрепостить. Естественно, мысль была, чтобы на нашей эстраде зажглись какие-то новые интересные имена. Ну, в этот раз команда, которая будет работать на телепроект «Апсенстар», тоже очень большая. Естественно, будут какие-то изменения, нововведения. В принципе, мы пошли по пути, что проект вновь возникший, чтобы не напоминал проект 10-летней давности. Но я думаю, это вот один-два концерта, и все будет очевидно нашим зрителям и телезрителям. В этот раз мы будем в онлайн-формате вещать все занятия наших конкурсантов. Это изменилось? Да, да, да. На всех, ну не на всех, но практически на самых популярных площадках, скажем, Инстаграм, Ютуб, возможно, и Телеграм мы будем освещать. Ну и, пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить руководство Абаза ТВ за предоставленную возможность транслировать музыкальный проект «Апсенстар». Ну и, естественно, все это благодаря нашему генеральному спонсору «Аквафон». Весь этот творческий праздник возможен благодаря поддержке генерального спонсора проекта – компании «Аквафон». Как и 10 лет назад, «Аквафон» понимает важность развития молодых талантов и дарит им эту возможность на главной сцене страны. Все мы прекрасно помним проект «Апсенстар» 2012 года. В 2012 году этот проект внес весомый вклад в развитие нашей абхазской эстрады. Мы помним, что множество ребят имели возможность реализовать свой потенциал, выступить на нашей эстраде. Были написаны множество хитов. Мы, компания «Аквафон» очень рады продолжить поддерживать этот проект. Это очень яркий, насыщенный звездами. Мы уверены, что в перезагрузке «Апсенстар» будут найдены, раскрыты новые молодые таланты. Также будут, естественно, написаны новые хиты, которые мы все полюбим. Также в том числе будут хиты, исполняемые на абхазском языке. Мы, конечно, очень рады поддержать этот проект. Ежемесячно в Абхазской государственной филармонии будет проходить один отчетный концерт. По завершении первого сезона состоится кастинг во второй. Все концерты будут доступны для зрителей Абаза ТВ. Главный приз – обучение в Музыкальной Академии имени Гнесиных.